И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Давненько я не записывал нового видео, все из-за того, что много работы, много командировок. И даже на выходные я был в работе весь, поэтому не мог приехать и нормально заснять видос. То есть у нас какие планы были там? Так как мы начинаем в понедельник рано утром, то есть в воскресенье мы уже должны приехать на место. Поэтому весь день в воскресенье мы тратим на дорогу, приезжаем туда, соответственно, потом с утра рано в понедельник начинаем. И всю неделю там работаем, заканчиваем в пятницу вечером, считай, в ночь приезжаем, в субботу отсыпаешься. И буквально там полдня, и потом опять на следующий день, в воскресенье, опять ехать на новую локацию по работе. Поэтому весь месяц пришлось работать именно по такой схеме. Но удалось немного заснять видос там, где это было разрешено, потому что есть некоторые объекты, которые запрещают съемку, пока они не выпустили свой, скажем так, не завершили свой объект. Вот съемка и публикация видео и фото с места разработки или с места строительства запрещена. Ну, такие места, например, мы были как на дамбе на одной, и на ней вот нам строго запретили выкладывать фото и видео с этого места. Ну, как только будет релиз, я думаю, там уже можно будет опубликовать, то есть без проблем. Ну, а сегодня вот у нас хорошая погода. Я решил немного записать видос про, как японцы отмечают, ну и что они делают обычно в эти праздники. У нас сегодня хорошая погода. Я решил немного записать видос, потому что времени осталось не так много до Нового года. Я ходу тут буквально пару дней, там и вот, будет Новый год уже. Сейчас, благо, еще автобусы ходят, но это большая редкость, потому что я вам сейчас расскажу, в чем прикол. То есть, как вы знаете, на Новый год вообще японцы все, практически все уезжают к своим родителям, к своим, ну, скажем так, предкам, где они там жили давно, где детство провели. Ну, естественно, дома практически никого нету, но тут вариант такой, что есть у кого-то родители живут далеко от Токио, есть у кого-то они живут, например, непосредственно в Токио, либо рядом, например, от Канагава, где мы живем, либо Чиба, либо это Сайтама. И единственное, что здесь не очень удобно, то, что в Японии ограничивают количество поездов и автобусов для жителей на время праздников. Но в этом году праздники, к сожалению, не такие длинные, как хотелось бы. Они вот буквально начинаются со сегодняшнего дня, сегодня у нас 30 декабря, с сегодняшнего дня и по 3 января. То есть, буквально всего вот 5 дней и все. Как бы вот сегодня завтра, потом будут суббота, воскресенье, выходные, понедельник и все. Вот, пожалуйста, 5 дней. Потом опять на работу. То есть, никаких тут 10 дней, там, 2 недель нету. Поэтому японцы, как бы тоже многие берут выходные. Кто мог взять выходные, тот взял, уехал пораньше, кто не мог взять выходные. Ну, естественно, работает. В Японии, они как бы немного ограничили количество поездов и автобусов. То есть, я не знаю, с чем это связано и зачем вообще это делать. Потому что, на мой взгляд, люди, наоборот, как бы должны ездить в эти времена по магазинам, где-то шоппинги, где-то парки, развлечения, еще где-то отдыхать с семьей. Ну, как бы новогодние праздники, естественно, должны как-то люди отдыхать. Но, видимо, японские компании, японское правительство считают по-другому. И поэтому на время вот этих новогодних каникул, тут буквально 3 дня, да, 5 дней там, да, ну, 3 дня рабочих, там, 2 дня выходных сделали, как бы, праздники. Они на это время ограничили, причем существенно проезд этих автобусов. И многие автобусные компании вообще взяли выходные в эти дни. То есть, водители отпустили в отпуск, и в компании, грубо говоря, не работают сейчас. И даже если мы подойдем, например, и вот остановка есть автобусная здесь рядом, я покажу, что они написали и на какие маршруты они написали, то есть, новое расписание на эти дни. Ну вот, мы, к примеру, подошли сюда на эту остановку. Здесь вот немного, как бы, автобусов, но все равно. И что мы видим? Вот тут написано конкретно, что до 29-го числа автобусы работают нормально, а вот с 30-го, то есть с сегодняшнего дня, и по 3-е января они выходные. То есть, все автобусы, которые здесь указаны, выходные. Следовательно, здесь, на этой стороне та же самая херня. Пожалуйста, вот весь список, практически все автобусы, которые, ну, здесь подъезжают. Выходные, вот они, выходной, 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 выходной. Они повесили новое расписание, ну, там, чтобы уж совсем не ограничивать количество автобусов, там сделали парочку автобусов, которые, вот, курсируют, значит, с 30-го по 1-го. Ну, то есть, естественно, смотрите, какой список здесь, а здесь всего 2 автобуса, 1-2. Естественно, как бы, люди будут испытывать проблемы с тем, как бы, доехать, чтобы до необходимой остановки. И, да, вот здесь видно, что в час примерно по 3 автобуса приходят. Как бы в час по 3 автобуса, ну, это как в выходные дни, примерно такое же расписание, как в выходной день. Вот, но такое количество автобусов сейчас выходные, вот, показано, что все они выходные. То есть, написано, что новогодние праздники, все, как бы, не кантовать. Вот и думайте, да, как говорится, как добираться до места шоппинга, или как добираться до места отдыха, на чем. Напомню, в обычной, в обычной НИТе, как бы, вы можете арендовать автомобиль. Но, вот, например, в новогодние праздники арендовать автомобиль вряд ли получится, потому что японцы, они делают все заранее, заказывают все заранее и бронируют все заранее за пару месяцев, может, даже больше. И поэтому на новогодние праздники, скорее всего, арендного автомобиля вы не найдете. Ну, поэтому придется либо такси вызывать, блин, либо на своем транспорте добираться, если он у вас есть, либо велосипед, как вариант. Но, если вы с детьми, какой там, нахрен, велосипед? Ну, вот, на примере, вот, если семья большая, там, мама, папа, там, там, один-два ребенка, к примеру, с колясками. Ну, куда они, на каком велосипеде поедут? И такси даже не залезут они. Ну, то есть, не каждый такси вместит, ну, как бы, две коляски, да, к примеру, или даже одну большую. Поэтому это неудобно. И вот я не знаю, зачем так делают, но, как бы, они на новогодние праздники. Тут, наоборот, как бы, должен быть увеличенный поток пассажиров, потому что люди выходные многие. А в Японии сделали вот наоборот. В новогодние праздники они думают, что люди здесь не будут вообще никуда ходить, дома будут сидеть. И, как бы, ну, как бы, никуда не выходят. Ну, как ни странно, вот мы видим сейчас станцию заправочной ЭНОС. Это станция не самообслуживания, это станция сервисов. То есть, видите, там люди бегают по ней. Они занимаются заправкой автотранспорта и протеркой стекол, фары и тому подобное. За это приходится чуть дороже платить за литр. Но, как бы, если люди, которые вообще не хотят из машины выходить и мараться этими шлангами и заправлять самому, они просто подъезжают на автомобиле, не выходя из авто, просто дают карточку чуваку, говорят мне, там, например, регуляр, там, полный бак. А он говорит, окей, и заправляют полный бак. И все. Потом приносят карточку, и ты даже, тебе не надо даже выходить из автомобиля. То есть, это удобно, но стоимость бензина за литр 175 йен. А так он стоит 158 йен примерно. Но, может быть, даже чуть дешевле можно найти. Да, бензин подорожал в последнее время у нас на самом деле. В Японии здесь, конечно, цены взлетают прям на бензин моментальный. Было до этого, ну, вот в начале этого года где-то 130-120 йен за литр, а сейчас уже 158. То есть, на 30 йен за год подорожал бензин, а 30 йен это на рубли где-то 12-13 рублей, где-то так. Но, учитывая то, что Япония не добывает свой бензин, точнее, не добывает свою нефть, а использует покупную нефть и перерабатывает ее сама. Цены, как скажем, более-менее. Если ездить не так много, в принципе, хватает. Да, вы, наверное, спросите, а что же еще делают японцы на Новый год? Да, по факту ничего не делают. Как я уже говорил, они даже шоппингом не занимаются. Это у нас в России, например, или где-то в Европе шоппинг там в выходные, в новогодние, это вообще дело обычное, и все как бы этим занимаются. В Японии же нет. То есть, у них такой хоум-сид праздник. То есть, сидишь дома, смотришь ТВ, пьешь там сок или пиво, или что-то еще. И изредка, может быть, с какими-нибудь друзьями встретишься там, поболтаешь. Ну и все. Вот оно так бы... А, ну и да, еще они не накрывают стол и не празднуют его, как мы, вот в 12 часов. То есть, никто этим не занимается. Они могут прийти на самый отчет времени, там до 12, как я уже снимал до этого в Якогами. Вот ссылочка будет в описании, вы можете посмотреть. Там будут считать до 12, то есть с 10, 10, 9, там 8, да. И все, и потом Новый год настает, и как бы все расходятся, либо там в какой-нибудь кафешку чуть-чуть поперекусите домой. Вот тебе и, пожалуйста, весь праздник Новый год. Скоро Новый год, и мне хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством, и пожелать вам счастья, здоровья, успехов, благополучия. Чтобы все планы, которые вы наметили, обязательно у вас осуществились. Чтобы у вас всегда все было в жизни хорошо, и вам сопутствовала удача. А также хотелось бы поблагодарить всех тех, кто меня поддерживал на протяжении этого года. Спасибо за ваши комменты, лайки, репосты. Это очень помогает и мотивирует делать новые видео. В Новом году я планирую снять много интересных и полезных видео. Поэтому буду рад новым подпискам. А также не забывайте нажимать на колокольчик и ставить все уведомления. Потому что YouTube что-то в последнее время постоянно меняет алгоритмы. И если не ставить все уведомления, то иногда не приходят уведомления о новых видео. Еще раз всех с праздником. Желаю вам хорошо отметить и провести эти выходные. Увидимся в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok